Привет, ребят! Я сегодня в таком новогоднем свитере, с немного красными губами, если вам это видно, решила украсить свою комнату в новогоднем стиле и, конечно же, заснять всё это вам. Вообще, я обожаю снимать переделки, и вам, я знаю, нравится их смотреть. Это очень вдохновляет на какие-то такие изменения в своём жилище. Если честно, я уже очень долго откладывала эту переделку, потому что контрольные всё-таки окончание семестра. Надо всем учителям поставить оценки и просто завалить нас этими проверочными работами. Но потом я поняла, что, Ань, до Нового года осталось уже вообще меньше двух недель. И просто укрась своё пространство и наслаждаясь этим временем. Так что сейчас мы займёмся этим с вами вместе. Я в таком предвкушении, я вообще перед переделками всегда немного волнуюсь, но знаю, что должно получиться что-то крутое. Ну, по крайней мере, я всегда верю, что получится что-то крутое. В первую очередь я хочу немного поменять свою кровать, потому что она стоит тут в средине комнаты и занимает очень много места. Ну, точнее, я хочу поменять вот это вот покрывало. Я купила вот такое вот белое покрывало. Надеюсь, я не замараю его очень быстро, потому что вот это вот серое, на котором я сейчас сижу, оно тоже раньше было намного светлее и больше смахивало на белый цвет. Но, ладно, оно такое мягенькое, кстати. Застилаем. Вот этот свитер, который сейчас на мне, кстати, это свитер из мужского отдела, но мне он очень понравился. Такая сразу новогодняя атмосфера у меня появляется. И носочки тоже новогодние, как без этого. Кстати, с свитером они очень красиво сочетаются. Это покрывало сейчас так бьется током, наверное, чувствует, что я с ним прощаюсь. По крайней мере, прощаюсь на какое-то время. А еще на кровать я купила три вот такие вот подушки. Все также, конечно, в новогоднем стиле. Здесь такой гномик, снежинки, такая небольшая. Я, кстати, думаю, что они будут немного побольше, но ладно. Тут шапки Санта Клауса, Деда Мороза и просто красиво так написано Merry Christmas. Так что поставлю их как-то сюда. И мне кажется, будет красиво дополнять дизайн всей кровати. Кровать получилась такой светлой, мне прям очень нравится. А сейчас я хочу тут немного подумать что-то с декором вот этих вот полочек и снять вот этот, кстати, плакат, потому что он никак не связан с Новым Годом. Хочу что-то придумать на стену сейчас такое, что в новогодней тематике. Так что сейчас снимаем этот плакат и отклеиваем эти наклейки. Их стопроцентно не будет. Только что перед моими глазами этот плакат отпал сам. Он, кстати, падал уже, наверное, раз пять минимум. Но сейчас он сделал это довольно-таки вовремя. Главное, не приклеится к нему кому-то другому. И пускай лежит к лучшим временам. Сейчас я хочу немного добавить в свою комнату еще какого-то света. И я заказала очень много гирлянд с одного инстаграм-магазина. Правда, если вы ищете декор к Новому Году и еще не купились себе, то я советую вам перейти к ним. Там очень много разных фонариков, как на улицу, так и в дом. Вот мне лично именно гирлянды делают новогоднее настроение. Так что если вы тоже хотели себе купить, присмотреть, то переходите по ссылке в описании в этот магазин. И я уверена, что вы не выйдете оттуда с пустыми руками. А я сейчас хочу прикрепить вот такую вот гирлянду. Гирлянду водопад как раз на окно. Мне кажется, это должно быть очень красиво. Так, эстетично. И я надеюсь, у меня получится это сделать. И я не поломаю тут ничего. Мама, пап, то как цеплять эту гирлянду? Потому что я до конца не понимаю, как ее цеплять. Ну, вот это, как мы хотели на окно, как штор. Ну, то это та, что была? Ну, да. Вау, водопад. Папа, дякую, ты бешен, працюкай мэй. И маме дякую. Если хочешь переключаться, то там вставляешь, и там переключаешь. Да, а там? Хорошо. Давай, классно. Давай. Ну, красиво, красиво, папа. В общем, благодаря маме и папе у меня тут на заднем фоне есть такая гирлянда, потому что я не могла разобраться, как провести вообще этот проводок от именно окончания гирлянды к розетке, потому что там довольно-таки большое расстояние, и не понимала, как его все это связать, соединить, но они мне помогли. Так что сейчас тут такая максимальная New Year атмосфера. А сейчас я сижу тут с вот этой вот гирляндой, с прищепками, и понимаю, что я хочу сделать на своей стене что-то наподобие вот этого. Мне очень нравится, как это выглядит, и я не знаю, получится ли у меня, и будет ли это смотреться так органично, но давайте попробуем. Все-таки пытка, не пытка. Не получится, значит, ничего страшного не получится, а возможно, и будет что-то красивое. Вот так вот я его наклеила, видите, елочки, хотя вначале, если честно, хотела просто какими-то вот такими вот рядами, но потом решила, что так. И давайте включим всю эту красоту. Сзади тут я все тоже так понаклеивала, чтобы она держалась, и включаем. Ага, в другую сторону, понятно. Вот так вот это выглядит во включенном состоянии. Тут именно на эти прищепки я хочу повесить фотографии, и это так прикольно выглядит, как елочка. Да, я уже сейчас понимаю, что круче было бы, если бы она была немного выше, но как бы перевешивать ее я уже не смогу, так что мне нравится и так. А повешать я хочу разные вот такие вот уютные фотографии. Они все разные, но в похожем стиле. Так что я сейчас поврезаю вот эти вот бортики, которые остались. Круче было бы, конечно, если бы они были вертикальными и как полароидные, но как получилось распечатать так и получилось. Это не я печатала. Так что сейчас сделаю их квадратными и повешу себе на елочку, так званую из гирлянд. Я сейчас вырезала все эти картинки, смотрела на свои сияющие огоньки на эту елочку, слушала музыку новогоднюю и понимаю, что вот у меня именно сейчас появляется это самое новогоднее настроение. Я долгое время не понимала, почему она у меня все еще пока немного отсутствует, но сейчас я такая осознаю, что, блин, Ань, у тебя не была украшена комната, ты практически не слушала никакие новогодние песни, откуда взяться вообще этому новогоднему настроению? Да еще и снега, кстати, у нас в городе нету. Так что все можно создать самому и я как раз сейчас создаю это новогоднее настроение и очень, кстати, надеюсь, что создаю его не только себе, но и вам там через экран и вы тоже получаете дозу какого-то этого новогоднего вайба. Так что я сейчас цепляю эти картинки. Это так круто! У меня сейчас такое хорошее настроение. Вообще сейчас уже практически 12 часов ночи, но я совершенно не сонная, я очень бодрая, просто, наверное, там эндорфин и радость переполняют меня, так что пойдемте цеплять. Мне очень нравится такая елочка, которая получилась, и, наверное, она мне нравится потому, что я не строила на нее совершенно никакие ожидания. Я просто делала, думаю, ну получится, получится, не получится, не получится. И да, она не самая там красиво сформулированная, изложенная, пропорции не очень, я бы сказала, но все же это прикольно, это очень, так сказать, уютно. Мне уже очень нравится, как смотрится эта часть комнаты, но немного хочу что-то добавить в эту часть комнаты, что-то тоже новогоднее, какие-то новогодние фигурки. Сейчас покажу вам, что я купила в этом стиле и что можно сюда поставить. Вот такие атрибуты новогоднего декора у меня вообще в этом году имеются. Тут есть эволюции елочек, вот эту вот я покупала в позапрошлом году, такую маленькую для себя, для своей комнаты. Вот эту вот в прошлом и вот эту вот купила в этом году, буквально недавно, где-то недельку назад. Тут очень много таких вот миниатюрных разных игрушек. Я всегда очень люблю всякие такие шарики, они прям завораживают. Очень такая красивая баночка. Подсвечник вот такой. Тоже недавно я купила вот такого Деда Мороза, если вы смотрели мой прошлый влог, вы уже видели его. И милаш-олень, которым я просто умиляюсь, он невероятно крутой. Вот такая вот тоже инсталляция с Дедом Морозом, елочкой. Вот, красиво тоже. Так что сейчас буду думать и все это как-то интересно размещать. Я еще нашла вот такого вот Деда Мороза и гнома, которого мы делали в прошлом году на трудах, так что вставлю их тоже в полочки. Деда Мороза и гнома. Поехали. Музыка Так, а эту ёлочку я и хочу поставить вот тут вот, возле окошка, такая будет моя небольшая ёлочка. И рядом с ней, мне кажется, отлично может поместиться олень. Красавчики, только сейчас хочу на ёлочку ещё повесить гирлянду, какой-то простой, потому что мне кажется, что цеплять на неё какие-то игрушки будет не очень. Музыка Музыка И ещё хочу немного такого новогоднего стиля добавить к своему рабочему столу. А именно добавить какие-то рождественские фотографии в вот эту вот пробковую доску и вот эти вот рамочки. Мне кажется, это будет красиво. Вот такие фотографии я выбрала для рамочки. Поезд, олень. Очень красиво украшенный дом, машина. И ещё просто такие уютные, которые я хочу добавить в пробковой доске. Продолжение следует... Продолжение следует... Как же мне нравится всё то, что у меня получается. Мой рабочий стол стал выглядеть совершенно как-то по-другому, потому что всегда у меня были какие-то нежные фотографии, а тут прям такие темно-синие, новогодние. А сейчас единственное, что мне ещё осталось, что я ещё хочу сделать, это наклеить на окно вытенанка. Это называется на украинском языке, я не знаю, как сказать на русском. Я сейчас вам покажу, о чём я веду речь. Вот такие вот фигурки. Это я и моя мама вырезали ещё в прошлом году. Как по мне, это выглядит очень красиво, вот прям безумно. Хотя, ну реально, это же не так сложно. Просто распечатать, вырезать внутри контура то, что нужно. Здесь много разных таких красивых рисунков, так что я сейчас что-то выберу и наклею себе на окошко. КОНЕЦ Какое же красивое получилось окно, мне прям безумно нравится. Ребята, я так довольна всем, что у меня получилось. У меня уже просто накрывает такое новогоднее настроение, потому что это так круто. Мне так нравится теперь атмосфера своей комнаты. Она такая светлая, именно не только свет от лампы главной, а вот все вот эти вот диоды, гирлянды, они придают уюта, такой милой атмосфере. Хочется просто находиться в этой комнате постоянно. Так что, ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и понравилось то, как я переделала вообще свою комнату. И я, если честно, начиная эту переделку, имела какое-то представление в голове, как я хочу потом видеть комнату, но получилось все совершенно не так, но не так в лучшую сторону. Так что, если вы еще не наряжались в свой уголок, то бегите и делайте это, потому что уже очень скоро Рождество, Новый год. Наслаждайтесь этим временем. Ну а я благодарю вас за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Ну и помните, что я вас всех люблю, целую, обнимаю и всего самого лучшего желаю. Пока!